Судя по звонкому бою часов, не скажешь, что в этом доме время давно остановилось. Старинные иконы, подсвечники, деревянная прялка переносят нас в прошлые века. Это путешествие во времени для жителей Енисейской и для всего края организовал Пётр Дроздов с довольно благородной целью. Я вот избу создавал для того, чтобы здесь как-то оживить поток туристов на наш город. Так вот туристов-то ведь, их как таковой программы-то ведь у нас и не существует в Енисейске. Каждый заезжий иностранец не проходит мимо необычной избушки. Здесь отразились все эпохи за последние лет 150. Вот советский радиоприемник. О последних известиях он рассказывал еще в 50-х. А это дорожный сундук из 19 века. Кожаная окантовка, бронзовые замки, изделия явно не из дешевых. На замках клеймо изготовителя. Изготовитель какая-то фирмы Бреветте. Может быть это Швейцария, я не знаю. Могли вполне с ним приехать сюда сильные декабристы. Каждый предмет здесь имеет свою историю. Даже этот с виду неприглядный амбарный замок, некогда выброшенный, оказался экспонатом 19 века. И что удивительно, он по-прежнему способен нести свою службу. На воротах был или на амбаре где-то. И причем он действующий замок, ключ вот такой солидный. И открывается, закрывается. Вот такие были замки. Собирать экспонаты Петр начал еще будучи студентом. За десятки лет их накопилось не меньше тысячи. 12 лет назад для всех этих подопечных пришлось приобрести старенький домик, ныне известный на весь край как фотоизба. Как признается Петр, редчайшие экспонаты приходилось выменивать, выискивать, выпрашивать у знакомых и незнакомых. Не брезговал он даже забрать выброшенное. Это вот мне женщина как-то лет пять назад сказала, что у них, говорит, иди к нам во двор. Около помойки весы, говорит, стоят интересные. Тебе, наверное, понравится, говорит. Я там прибегаю во двор, смотрю, да это не просто понравится, это вообще изделие фантастически интересное. Эти весы некогда служили на золотых приисках и могли кануть в лету, но не такая у них судьба. Здесь все предметы своей судьбой обязаны этому доброй души человеку. В некоторой степени ему обязан и весь город. Енисейск был включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. К 2019 году планируется отреставрировать все старинные здания города. Сохранить и защитить архитектурное прошлое могут и сами жители. Фотоизба Петра Дроздова – яркое тому подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова